В шаге от катастрофы или просто фора главной темой прошедших выходных для Караганды стало неудачное выступление Сарарки в первых двух играх полуфинала битвы за Братину. Карагандинская ледовая дружина проиграла две игры подряд в Нефтекамском Торосу. Что это? Усталость, недострой или ошибка тренерского штаба и руководства клуба? В рядах болельщиков царит паническое состояние, а исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Дуреченский заявляет, что шансы выйти в финал, несмотря на два домашних поражения, еще есть. Тему продолжит наш корреспондент Куат Шашабаев. Первая игра полуфинальной серии началась довольно оптимистично. Макмиллан открыл счет, а спустя всего 29 секунд Плеханов увеличил отрыв до двух шайб. Далее наступило безголевое затишье, а в третьем периоде ситуация перевернулась с ног на голову. Нефтекамцы сравняли счет, а в овертайме и вовсе вырывают волевую победу. Играли 5-7 минут. Потом соперники включились, а мы выключились. Вот и все. Соперники доиграли до победы. А мы так и не смогли потом переключиться опять на тот режим, в котором начали играть. Отсюда результат. Многие болельщики думали, что результат первого матча – это недоразумение. Однако Торос и во второй игре показал свой уровень. Уже по традиции первым счет открыли хозяева льда, Зубрицкий замкнул передачу Антоновского. Однако, как и в первой игре, Сарарка не сумела сохранить добытое преимущество. Во втором и третьем периоде нефтекамцы сравняли, а далее вырвали вторую гостевую победу у Сарарки. Туда настрой все-таки есть активистичный? Ну, конечно. Задача одна у нас – поднять над головой. Иначе зачем ехать? Правильно. Интересный факт. За три года выступления в играх плей-офф чемпионата ВХЛ Сарарка впервые проиграла две подряд домашние игры. Болельщики клуба поделились на два фронта – оптимисты и пессимисты, или, как они сами себя называют, реалисты. Последние в социальных сетях ругают руководство клуба за тренерскую чехарду, кто-то винит тренерский штаб. А вот один из российских журналистов сделал, можно сказать, скандальное заявление, что серия полуфинальных игр завершится в Нефтекамске со счетом 4-0 в пользу Тороса. Причем этот же специалист угадал счет предыдущих двух серий. А вот исполняющий обязанности главного тренера Сарарки заявил, что команда будет биться до конца. Если там еще две игры проиграем, тогда Сарарки будет катастрофа? Ну, до четырех побед же. Ну да, если проиграем, еще все четыре игры, это катастрофа будет. Ну, катастрофа. Естественно, если исходить из результатов предыдущих сезонов, конечно, это неудача однозначно будет считаться для клуба. Две игры ближайших как бы на кону стоят, поэтому... А потом уже будем думать, надо сначала хотя бы зацепить одну игру ближайшую, для того, чтобы начать думать о чем-то глобальном. Первого и второго апреля состоятся третья и четвертая игра, соответственно. Далее, при необходимости, если Сарарка все же сумеет выиграть хотя бы одну игру в Нефтекамске, пятого апреля состоится еще одна игра в Караганде. Куатшин Шарбаев, Дмитрий Обрак, Никита Косых, Пятый канал.